Здравствуйте! Вы уже умеете считать до 20. Сегодня же я расскажу вам, как правильно посчитать до 69. Итак, готовы? Тогда начинаем! Как вы помните, 20 по-французски звучит как 20. А как же посчитать от 21 до 29? На самом деле все просто. К числу 20 нужно добавлять числа от 1 до 9. Но, конечно же, есть свои особенности. Так, число 21 по-французски звучит как 20. Вы видите, что к числу 20 не просто добавили число 1, но соединили его еще с союзом И. И таким образом мы получили вариант 20. 21. Такой же принцип будет использоваться для всех остальных чисел вплоть до 71. То есть между десятком и следующим числом, когда мы говорим 31, 41, 51 и так далее, нужно будет добавлять союз И. Это делается для благозвучия. Также не забудьте, что число 21 может иметь также форму женского рода, 21. Если вы забыли почему, обязательно пересмотрите видео о счете от 0 до 10. В остальных числах, например, 22, 23 и так далее, не только в 20, не нужно уже ставить И. То есть И ставится только при счете для числа 1. 22 мы скажем 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28 и 29, 29. Вы уже, наверное, заметили, что в числе 20 мы конечный Т не произносили, а вот в остальных числах от 21 до 29 появился Т. Поэтому мы говорили 22, 23 и так далее. Почему? Дело в том, что существует определенное правило, которое нужно просто запомнить, что при счете от 21 до 29 нужно произносить конечный Т в числе 20. И мы поэтому и получаем вариант 22, 23 и так далее. Но в других числах, в состав которых будет входить число 20, не нужно будет уже произносить конечный Т. Но это мы с вами увидим далее, когда будем учиться считать от 80 до 100. Запомним, что от 21 до 29 в числе В произносится конечный Т, а в остальных случаях не произносится. Далее будет использоваться такой же принцип, который мы применяли при счете от 21 до 29. Вам просто нужно будет запоминать название десятков. 30, 40, 50 и так далее. Как же мы скажем 31? Правильно, 31. А 32? 32. Ну, я думаю, вы поняли принцип. 33 мы скажем 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38 и 39, 39. Число 30 произносится с носовым звуком 1. Поэтому мы произносим его как 30, со звуком 1. Также вы можете часто услышать немного другой вариант произношения. Например, 33 или 34. То есть вы видите, что в конце числа 30 появился E. Дело в том, что французы не любят, когда идет много согласных подряд, поэтому они начинают произносить конечный E. Но оба варианта будут верными, если вы скажете 33 или 33, как вам будет удобнее. Также следует запомнить, что в числах 21, 31, 41 и так далее, где есть число 1, не ставится тире между десятком и следующим числом. Да, то есть мы видели 21, 31, мы не ставим тире между этими числами. Но в остальных случаях появляется тире. То есть в числах, в которых нет E, стоит тире между десятком и следующим числом. 40 по-французски звучит как 40. То есть в слове 40 первый звук K мягкий. Ну и следовательно далее мы посчитаем как 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Число 50 запомнить достаточно легко, потому что оно имеет такой же корень, как и число 5. А 5 мы помним по-французски звучит как 5. Следовательно 50 мы скажем 50. Там будет два носовых звука 1 и 1. И 50 звучит как 50. Ну давайте посчитаем далее. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59. А вот название числа 60 нужно запоминать, потому что 60 по-французски звучит как 60, со звуком OI. 60. Давайте посчитаем вместе. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69. Давайте еще раз повторим название всех десятков. Но самое интересное вас ждет в следующем видео, когда мы будем учиться считать от 70 до 100. Поэтому, чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал Понятный Французский. До скорой встречи. Абьенто! Абьенто! Что за кем такая любовь? Абьенто! 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 Продолжение следует...